Мент-кавказец 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 Ну, наверное, хотя бы потому, что чтобы добраться до одного оккупанта, надо столкнуться с доброй сотней закрывающих его своей грудью ментов-мортодов. Да и какая для меня разница между контрактником Володей из Урыпинска и наемником Бакарбеком из соседнего села? Володю или Лешку, как захватчика имперца, можно понять. А как понимать участкового Аслана или моего соседа Бакарбека, которые даже если не в окопе с автоматом в руках должны были противостоять оккупантам, то хотя бы не должны были продаваться за 15 тысяч деревянных? Эта война ужасна и изощрена. Народы уничтожают не только физически, но и морально. Захватчики залезли в умы людей и извратили понимание вещей до такой степени, что героем теперь стал считаться не свободолюбивый и благородный Абрек, а предавший свою веру, честь и свой народ милиционер. Но как мент может быть героем? Кем станут дети, которых воспитывают с таким пониманием? Ведь если кадыровцы, евкуровцы и им подобные герои, то получается, что предательство – это героизм, ложь – это истина, пресмыкание или заблюдство перед захватчиком – религиозная обязанность? У многих из нас найдутся знакомые, которые, будучи воспитанными, порядочными, образованными людьми, по разным причинам попали на эту собачью службу. Кто-то из них не смог отказать отцу, от которого так сильно зависит. А кто-то попал туда по своей наивности или глупости. Предположим, что нормальные люди туда попадают. Но что происходит дальше? Существует несколько вариантов. Первый вариант. Человек оказывается в этой среде, осматривается, анализирует и увольняется, поняв, что все это противоречит не то, чтобы даже религиозным или национальным убеждениям, а элементарным, общепринятым моральным принципам. Второй – это история несчастного человека, заигравшегося со своей судьбой, который в принципе понимает, что это не его место, не место, где может работать нормальный человек, знает, что нужно уволиться. Но находясь в нерешительности с одной стороны и боязни обвинения в трусости со служивцами с другой, откладывает свой уход до понедельника. И это затягивание с уходом подпитывается зарплатой в конце месяца. Спустя несколько понедельников у него уже не стоит вопрос об уходе. Он успокаивает себя тем, что он не принимает непосредственного участия в беспределе. А дальше с ним случается история, подобная знакомой многим истории, когда водитель пытается не уснуть за рулем, в то время как давно спит, а понимает, что все-таки уснул только когда оказывается в перевернутой машине с разбитой головой. Он остается в этой системе с намерением не навредить. А иной раз и помочь. Возможно, он думает, что у него все получается, все под контролем. Он не запятнан, и совесть его чиста. Только это не потому, что его совесть действительно осталась чиста, а потому что понятие чистоты для него изменилось, и беспредел для него постепенно стал нормой. Он проиграл и погубил себя еще в тот момент, когда отложил свой уход. А теперь это уже зомби, которого исправит только могила. Да и разве может человек быть нормальным, если он с утра до вечера находится в здании среди людей, которые зверски пытают, насилуют, сверят коленные чашечки, а потом между перерывами он общается с ними, пьет чай, сидит с ними у вазики, рассматривает ролики по телефону, зная, что они вытворяют. Мне приходилось лично наблюдать за тем, как вроде бы простой и нормальный человек превращается в далеко не простого мусора. Один мой знакомый, который устроился в милицию, поначалу делал какие-то намеки о том, что никто не забыт, ничто не забыто, давая понять, что он не только сочувствует муджаэтам, но и, возможно, помогает им. Через год этот человек стал избегать каких-либо разговоров на эту тему. Через два это уже был важный дядя, со стечкиным и новой машиной. А когда при нашем с ним разговоре я все-таки вывел его на старую тему, он вогнал меня в прострацию, словами о том, что истинный путь – это путь Ахмада Хаджи Кадырова. Через три года он уже стал авторитетной фигурой среди муртодов. А мы прекрасно знаем, каким путем зарабатывается авторитет среди этих животных. А через четыре года его тело нашли напичканным двумя рожками свинца, и проклятие Аллаха над кафирами. Мне интересно, если мы перенесемся в историю Кавказа, которой вы так гордитесь, то кем вы себя видите с вашей собачьей службой? Неужели вы себя видите храбрыми сынами своих народов, которые противостоят русне покорений Кавказа? Или все-таки вы собаки из милиции генерала Ермолова, который отличился своим зверскими методами ведения войны на Кавказе? Да, и в то время были подобные вам. И не надо думать, что они были бездушные или бессердечные. Сердца-то у них были, да только гнилые, как и у вас. И душонки подобные вашим, беспринципные, имеющие свое понимание чести и достоинства. Наверное, мало, товарищи полицаи, эта Россия принесла вашим народам зла, мало унижений, мало женщин, чью честь она растоптала, мало вас зажигали, мало топили и выселяли, что вы решили послужить матушке России верой и правдой. Вы обвиняете ваххабитов в том, что они запрещают национальные традиции. А интересно, следуя каким адатам вы пошли прислуживать русскому каферу, которого сами же и презираете. Да и за сколько вы продались, товарищи полицаи, за гордость звания всеми уважаемого в народе ППСника, гаишника, омоновца, сторожа и вневедомственной охраны, за возможность ваших шефов материть вас и ваших матерей каждое утро на разводе, за жалый Стечкин, которому больше 60 лет, за жестянку на четырех колесах. Не дорого вы просите, мальчики, наверное, девочки с Тверской стоят дороже. Это не я унижаю вас, это дела ваши унижают вас, которым вы дали другие имена и понятия, чтобы не чувствовать себя конченными подонками. Говорить с вами языком верующего мусульманина, сказав, что рыск от Аллаха нет смысла, так как ваши поступки говорят о том, что вы в это не верите. Так вот, предлагаю вам оставить муджагедов наедине с оккупантом, уехать в Европу, где вам не придется продавать свой день и свой народ за гроши. И будучи бездельником, будете получать пособия по безработице в размере двух ваших зарплат. А если еще и напряжетесь и устроитесь на работу, то сможете купить своей маме розовый кадиллак. А к тому времени, глядишь, случится и то, чего желают ваши сердца. Все муджагеды Кавказа падут смертью храбрых за свою веру. Тогда вы сможете вернуться, и если царю батюшке понадобится ваша помощь, продолжить вашу собачью службу. Но, скорее всего, вам уже не раздадут стечкины и дубинки, поскольку муджагедов уже не будет. А вместо этого вы получите тяпки и лопаты. А главное, вы не будете запачканы кровью вашего народа. А если Аллах даст победу муджагедам, то вы останетесь под крылышком у европейских каферов. Они, в отличие от ваших хозяев, культурные и воспитанные. Да и вам, судя по всему, нет разницы под кем быть. Аслан Магомадов, сайта хунафа.ком